Ну о том, да, как эта помощь повлияет на ситуацию, на линии соприкосновения, но и в целом на перспективы. Ближайшее говорим далее с нами на связи Дмитрий Снегирёв, военно-политический аналитик. Дмитрий, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Доброе утро, спасибо за приглашение. Взаимно, Дмитрий. Ну, смотрите, тут вопрос такой широкий, но всё же, да, я думаю, что с вами мы попытаемся выяснить, да, каких возможных изменений стоит ожидать на линии фронта, пожалуйста, вам слово, ну, с учётом той помощи, которая предполагается вот в этом пакете и, ну, скажем так, в первом этом транше, который вот буквально мы ожидаем, ну, если не с минуты на минуту, то в течение ближайшего времени. Ну, давайте говорить об основных изменениях. Это, соответственно, требования к администрации Байдена о предоставлении Украины АТОК с дальностью поражения более 300 километров. Именно требования. Администрация Байдена может, президент Байдена может отклонить данное требование, аргументировав, соответственно, вопросами национальной безопасности Соединённых Штатов. Но это вряд ли будет, потому что до последнего времени основным аргументом непредоставления Украине ракет АТОК был как раз вопрос о блокировании военно-финансовой помощи Украине Палаты представителей. На данный момент у президента Соединённых Штатов нет фактической аргументации отказать Украине предоставление, соответственно, средств поражения с радиусом более 300 километров. Что такое 300 километров? Это фактически все оккупированные территории Украины, включая территорию временно оккупированного Крыма. То есть вооруженные силы Украины смогут держать под огневым контролем отыловую логистику оккупационных войск. Насколько успешно мы сможем держать? Мы увидели по вчерашним ударам по Севастополю и, соответственно, другим центрам сосредоточения живой силы и техники оккупантов на захваченных украинских территориях. Что будет в данных пакетах? Я не исключаю, что будут системы ПВО. Либо, соответственно, ракеты до системы ПВО, либо сами ракеты ПВО. Либо сами системы ПВО, я извиняюсь. Давайте вспомним слова Столтенберга, которые прозвучали буквально накануне исторического, я не побоюсь этого слова, голосования в Палате представителей. У НАТО в достаточном количестве установок Патриот для того, чтобы передать их Украине. А я напомню, у Мина Соединенных Штатов есть страны-производители системы ПВО. Соответственно, передача Патриотов возможна только с согласием Соединенных Штатов. На данный момент, после голосования, опять-таки, данный вопрос уже можно решать в практической площади. Третье, что может быть, соответственно, в пакете военно-технической помощи. Артиллерийские снаряды. ВПК Соединенных Штатов на данный момент заявляет о резком увеличении производства артиллерийских снарядов калибром 155 мм. Именно артиллерийские снаряды сейчас крайне необходимы вооруженным силам Украины. По словам президента Украины, соответственно, главкома Сырского, коэффициент огневого поражения, к сожалению, в пользу оккупантам. Именно это позволяет оккупантам достигать определенных статических успехов на украинско-российском фронте. Поэтому изменение данного коэффициента снизит возможность дальнейшего продвижения российских оккупантов в глубь украинской территории. Ну, я не исключаю, что это будет система радиоэлектронной борьбы. То есть то, что крайне необходимо украинской стороне в моменте подавления, соответственно, беспилотных летательных аппаратов, ну и успешного проведения активного характера обороны и контрнаступления. Плюс тяжелая бронетехника. То есть то, весь тот спектр вооружений, который крайне необходим вооруженным силам Украины. На данный момент, я еще раз подчеркиваю, по словам министра обороны Соединенных Штатов Остина, в данный пакет военно-технической помощи Украине есть инвестиция в безопасность самих Соединенных Штатов. А это показательно. Это изменение не только тактики, но, соответственно, и риторики. Ну и главное, что мы должны понимать, в данном проголосованном законопроекте есть условия, четкие, соответственно, моменты предоставления и военно-технической помощи, и, соответственно, сама стратегия победы Украины. Вот о чем идет речь. То есть Соединенные Штаты дают четкий военно-политический сигнал Российской Федерации о том, что они прекрасно понимают дальнейший характер развития событий на линии фронта. А это именно победа вооруженных сил Украины. Там детальнее сейчас также поговорим, Дмитрий. Единственное, напомним, что есть уже информация, когда голосовать может из-за пакет помощи Украине Сенатша. Об этом сообщил лидер большинства в Сенате Чак Шумер. Американские сенаторы выходят из перерыва, чтобы голосовать за помощь Украине в этот торник, 23 апреля. Я процитирую, Сенат готов сделать следующий шаг по дополнительному закону национальной безопасности. Сенат договорился завершить работу первым голосованием во вторник, 23 апреля. Поэтому ждем завтрашнего дня, далее подписание президентом США и посмотрим, как будет развиваться ситуация. Дмитрий, с вами согласен и глава Пентагона, потому что сегодня он сказал, что пакет с помощью Украины все-таки способствует безопасности Соединенных Штатов Америки. Поэтому это важно. У меня вопрос такого характера. Как вы считаете, как сейчас будет действовать армия российского оккупанта, армия Российской Федерации? Насколько могут быть усилены атаки, пользуясь фактически окном до прибытия помощи со стороны Соединенных Штатов Америки? Да, именно о так называемом окне возможностей идет речь. На мой взгляд, именно до конца мая, начала лета российские оккупанты попробуют прорвать оборону вооруженных сил Украины в селе выхода на административные границы Донецкой области. Я напомню, именно на середину июня намечена так называемая мирная конференция. Почему так называемая? К сожалению, позиция КНР ставит под вопрос характер ее проведения. Я напомню, позиция коммунистического Китая, что любые мирные конференции без участия российской стороны не имеют смысла. А российская сторона четко будет заявлять о том, что перемирие возможно в моменте де-факто де-юро закрепления ситуации на линии фронта. Поэтому, исходя из этих положений, можем предположить, даже делать утверждение о том, что до начала лета российские оккупанты будут интенсифицировать военное наступление именно на Донецком направлении. С целью выхода, еще раз подчеркну, к административным границам. Кстати, это не только связано с характером военно-технической помощи со стороны Соединенных Штатов. Российская Федерация прекрасно понимает, что до конца мая должна заработать так называемая чешская инициатива о предоставлении артиллерийских снарядов для нужд вооруженных сил Украины. Причем Чехия заявила о том, что уже с проанонсированного одного миллиона снарядов выкуплено и фактически готово к передаче вооруженным силам Украины порядка 500 тысяч. 500 тысяч – это серьезное количество, которое может кардинально изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения. Плюс 500 тысяч должны передать страны ЕС в рамках своей инициативы. И поэтому мы можем говорить о том, что вот этот суммарный пакет помощи со стороны Соединенных Штатов, со стороны, соответственно, стран ЕС, может серьезно изменить ход дальнейших боевых действий на территории Украины. И это прекрасно понимает Российская Федерация. Поэтому именно об этом окне возможностей и следует говорить. И быть готовым. Но то, что происходит на линии фронта, свидетельствует о том, что генеральный штаб вооруженных сил Украины сделал соответствующие выводы и усилил позицию вооруженных сил Украины на наиболее опасных направлениях. Речь идет о Часовьярском направлении и, соответственно, на Покровском. Дмитрий, смотри, вот эту историю анализировали, соответственно, аналитики Института изучения войны. Они отмечают, что американская помощь Украине, она может сорвать летнее наступление Путина. И, соответственно, вот как говорила моя прекрасная коллега Лаева Мамедова, о том, что они будут пытаться использовать это окно возможностей. Что вы скажете по поводу того, что эта помощь, она позволит нам, вот это летнее наступление, затормозить? Или же мы будем говорить о перспективах, да, в целом отбития и срыва планов оккупационных войск Российской Федерации? Ну, давайте говорить по Институту изучения войны. К сожалению, должен отметить, что 20 числа, как раз день голосования Палаты представителей, Институт изучения войны дает откровенно провокационный материал о планах Российской Федерации по поводу дальнейшего продвижения в глубь территории Украины. Причем акцент делается на выступлении Лаврова о якобы возможности захвата Харькова. Но, соответственно, аналитики Института предполагают и дальнейший характер продвижения в глубь украинской территории. Я напомню, 20 числа состоялось как раз историческое голосование в Палате представителей. А выступление Лаврова было 18 числа, и его можно расценивать как элемент военно-политического давления, на руководство Соединенных Штатов именно с целью сорвать данное голосование. Поэтому в чем был смысл подобных коллизий со стороны Института изучения войны в моменте нагнетания, скажем так, и формирования общественного мнения? Для меня вопрос открытый. Тем не менее, давайте говорить о том, что, соответственно, военно-техническая помощь со стороны Соединенных Штатов и стран Европы, они могут не просто остановить наступление российских оккупантов, а, соответственно, изменить сам характер боевых действий. Я напомню, кроме, соответственно, средств поражения, артиллерийских снарядов, ракет дальности более 300 километров. К началу лета мы ожидаем первых F-16, уже именно с украинскими экипажами. А наличие, соответственно, авиации в воздухе снизит возможности российских оккупантов в использовании штурмовой авиации и ударов по позициям Вооруженных сил Украины с использованием КАБов и ФАП, что является основной составляющей действий Вооруженных сил Российской Федерации на линии фронта. А скажите, Дмитрий, стоит ли нам ожидать, но, боюсь, опять-таки, зайти на зыбкую почву, возможно увеличение количества атак по мирным украинским городам? Что вот это окно они будут использовать не только на линии соприкосновения тех направлений, которые вы характеризовали как одни из самых интенсивных. Тот же Часов, я о нем постоянно говорю, соответственно, мы имеем и обстрелы в последнее время и Одессы, Харькова, Чернигово, но и в целом других мирных украинских городов. Пожалуйста. — Именно. Благодарю за ваш профессионализм. Именно об этом идет речь. Тактика массового террора против мирного населения. Давайте посмотрим на неизбирательный характер атак по украинским городам. В первую очередь Харьков, Одесса и Днепро. Причем, пользуясь эфиром, хотел бы заметить, что по информации аналитического отдела Громадской инициативы правосправок в Харькове российские спецслужбы готовят ряд диверсий на ядерных объектах. Это испытательный, соответственно, ядерный центр в городе Харькове и хранилище ядерных охотов в Харьковской области. Цель — создание хаоса, паники и недоверия к действиям центральной власти. Ну и, соответственно, момент создания искусственной миграции в тыловые районы Российской Федерации. Ой, я извиняюсь, Украины. Поэтому вот этот момент, он очень опасен. Причем, возможность создания подобного инцидента рассматривается Российской Федерацией на ядерных объектах. Нет, только на территории Украины. Речь идет и о Запорожской АЭС. Ну и, соответственно, возможности создания прецедента на Курской атомной электростанции, ядерном объекте Белгород-22. Речь идет о том, что Российская Федерация попробует объединить Украину в моменте нанесения удара с использованием БПЛА, либо метеозантол по территории Российской Федерации, именно по ядерным объектам. Поэтому эта тема будет актуальна в ближайшее время. То есть, возможности вот этих искусственных техногенных катастроф. Причем цель, я еще раз подчеркиваю, создания как искусственных миграционных процессов вглубь Украины, так и, соответственно, обвинения Украины как страны-террориста якобы в нанесении ударов по критической ядерной инфраструктуре, контролируемых и Запорожской АЭС, и, соответственно, в тыловых районах Российской Федерации. Дмитрий, еще в продолжении как раз предоставления помощи, все-таки такой сдержанный оптимизм, я все-таки позволю себе, дождемся завтрашнего дня и далее процесса. Йен Столтенберг, многие сейчас европейские лидеры и лидеры тех стран, которые сегодня являются союзниками для Украины, дают свою оценку этой задержки. Я напомню, с октября 2023 как раз эти процессы приостановились со стороны США. Но вот Столтенберг вчера сказал, что украинцы уже 4 месяца хуже вооружены, у россиян было гораздо больше боеприпасов, Украина была вынуждена нормировать их использование, но еще не поздно украинцы продемонстрировали огромное мастерство в защите своей страны. Задержка с помощью США в Украине имела свои все-таки последствия. Мы и так это понимаем, да, это логично, это понятное дело было. Хорошо, что честно, открыто говорят об этом и все-таки лидеры, и вот Йенс Толтенберг, глава, на сегодняшний секретарь, как раз на сегодняшний день Североатлантического альянса. Но у меня вопрос в этом контексте следующий. Хотела, чтобы вы тоже конструктивно, как вы всегда это делаете, прокомментировали ситуацию. То мнение, которое ныне бытует, что вот этой помощи со стороны Соединенных Штатов Америки, насколько ее хватит, по вашему мнению, хотя мне кажется, это на самом деле очень странно обсуждать, но я вижу, запросы есть, и люди все-таки интересуются, насколько этой помощи хватит Украине. Но мне кажется, я бы расширила к вам, как военно-политическому аналитику, все-таки не вопрос, насколько этой помощи хватит, а на что этой помощи хватит. Как вы считаете, это все-таки помощь больше на сегодняшний день будет использована в вопросе обороны Украины, либо же все-таки она позволит нам, возможно, на отдельных направлениях вести также и контрнаступательные действия? Давайте, это комплексные вопросы, давайте комплексно отвечать. Речь идет о предоставлении военно-политической и военно-технической помощи не только Соединенными Штатами, но, соответственно, странами ЕС. Я напомню, на 2024 год странами ЕС предусмотрено предоставление военно-технической помощи на сумму 24 миллиарда евро и, соответственно, макроэкономическая помощь Украине на сумму 50 миллиардов евро сроком на 4 года. То есть, речь идет о том, что и Соединенные Штаты, и европейские союзники рассматривают комплексный характер предоставления помощи Украины. Как военно-технической, я напомню, Соединенные Штаты предоставляют непосредственно 26 миллиардов на пополнение запасов армии Соединенных Штатов, 11 миллиардов на проведение военных операций. И, соответственно, макроэкономическую. То есть, речь идет о том, что поддерживать не только вооруженные силы Украины, но, соответственно, украинскую экономику, возможность ее противостояния российской агрессии и, соответственно, создание эффективной работы собственного украинского ВПК. Вот это примечательно. Поэтому данная помощь рассчитана на перспективу. Еще раз подчеркиваю, когда критики начнут, уже звучат, кстати, критические заявления о том, что это якобы последний пакет военно-технической помощи. Причем это представители Бундестага заявляют. Нет, это не последний пакет. Еще раз подчеркну, законопроекте четко предписано. Создание, соответственно, концепции Соединенных Штатов. Концепция – это, соответственно, алгоритм действий Соединенных Штатов на десятилетия, на 10 лет. То есть именно создается алгоритм украинской победы и возможности военно-технического сотрудничества с Соединенными Штатами. Это первый, скажем так, аспект. Ответ скептикам, которые сомневаются в эффективности предоставления помощи. Ну и главное, что мы должны понимать. Да, данный характер вооружений позволяет украинским вооруженным силам вести не только активный характер обороны, но и, соответственно, переходить в контрнаступление. Не случайно украинский президент заявил о том, что в 2024 году есть соответствующие планы Генштаба вооруженных сил Украины о возможной деоккупации значительной части украинских территорий. Забегать наперед не будет, но то, что происходит на территории временно оккупированного Крыма, позволяет говорить о том, что Генштабом вооруженных сил Украины, соответственно, силами обороны Украины в классификации НАТО проводится так называемый первый этап каскадного характера планирования операций с деоккупацией. Дмитрий, спасибо вам большое, что вышли с нами на связь за этот анализ в эфире телеканала Freedom. Всегда вам рады. Дмитрий Снегирев, военно-политический аналитик, говорили с ним о ситуации на фронте и о зависимости этой ситуации от дальнейших пакетов помощи, предоставляемых нашими партнерами Украины.